Сигирия Сигирия. Сказочная крепость. Разваленные храмы Ануратхапуры, древней столицы Шри-Ланки. В пятом веке нашей эры на этом месте произошли драматические события. Жаждущий власти сын сверг с трона своего отца и жестоко его убил. Затем, ужаснувшись от содеянного, новоявленный король Касапа сбежал в джунгли. Он поселился на вершине скалы Сигирия, Львиной горы. А всего через семь лет природный феномен превратился в грандиозное творение безумного гения. Касапа повелел украсить скалу сотнями лестниц, проходов и стенок и уединился в этой крепости со всеми награбленными сокровищами. Он живет в мире иллюзий. Он возомнил себя Богом, которому угрожают темные силы. Он хочет, чтобы его боялись. Его крепость выглядит угрожающе, как лев, готовый к прыжку. Чтобы усилить это впечатление и вселить во врагов благоговейный страх, ворота в крепость Касапы были построены в виде льва. До наших дней от него сохранились только лапы. Над ними нависала львиная голова, наполовину вытесанная в камни, наполовину сложенная из заштукатуренного и покрашенного кирпича, как некогда и вся скала. Через его широко раскрытую пасть вела наверх почти отвесная лестница. Устрашающая фигура не дожила до наших дней. А на вершине скалы располагалась редкая красоты цитадель, украшенная с роскошью, невиданной до тех пор на острове. Касапа живет здесь, как Кубера, бог богатства, воплощением которого он себя считает. КОНЕЦ На склоне горы когда-то располагался дворец. Стены рассыпались, краска облупилась, а внутреннее убранство превратилось в пыль. Каменный трон, на котором восседал правитель. Сидя на троне, Касапа смотрел на девушек, которые танцевали для него на зеленой лужайке. Сегодня рядом с дворцом вниз ведет винтовая лестница, по которой можно попасть в пещеру, которая словно висит между джунглями и небом. Здесь находится галерея со знаменитыми фресками, на которых изображены красивые девушки. Они словно парят в облаках, пытаясь облегчить совесть отца убийцы и его приспешников. Это небесные нимфы, символизирующие облака, в которых прячется вершина скалы. Чуть ниже расположена зеркальная стена, которая, как фрески и весь дворец, появилась в V веке. Она была отполирована составом из яичных белков и пчелиного меда. И сегодня сверкающая на солнце стена почти не утратила своего блеска. Она исписана древними письменами. Это первые образцы сингалесской поэзии, воспевающей красоту небесных нимф. Они неподвижны, эти девы на камне. Даже века не дрогнет. Никому не дают ответа. Навеки слились они с твердой скалой. Вижу тебя и не хочу другой жизни. Стремлюсь в небеса, а под ними джунгли, жара и земная любовь. Цветы в твоей руке И два пальца сомкнулись в кольцо Вот окно в твою душу На высоте 180 метров над зеленым морем джунглей раскинулся райский сад с павильонами, фонтанами и купальнями. Стены из мрамора, крыши, украшены драгоценными камнями. Сегодня о великолепии дворца Касапы на вершине скалы можно лишь догадываться. Водоемы и бассейны наполнялись дождевой водой во время сезона муссонов. Но купаясь, не стоит забывать о безопасности. Это ниши для часовых. Легко представить себе, как отца-убийца и его окружение почти 20 лет со страхом вглядывались вдаль, ожидая возвращения законного наследника трона и его ужасной мести. Король Касапа I, как он себя назвал, велел благоустроить территорию и вокруг скалы, разбить сады с водоемами. У подножия горы были вырыты широкие каналы. В случае нападения всю территорию вокруг скалы можно было затопить. Король жил в постоянном страхе. Окружив скалу чудесными садами и каналами, он пытался обрести покой на своем неприступном острове. зеркальная гладь прудов, тенистые аллеи и купальни, сады, где обитают яркие птицы и ручные животные. Все это действует умиротворяюще. КАРЦИЯ Однако отца-убийца уже не способен обрести покой Он никак не может забыть ту историю Он в плену воспоминаний Он вспоминает убитого им отца, могущественного короля Дхатусену И о том, как однажды король разгневался на главного полководца Полководец переманил Касапу на свою сторону Вместе они захватили королевский трон Брат Касапы, законный наследник Магалана, бежал в Индию Вместе Магалан и Касапа будут бояться всю жизнь Полководец нашептал Касапе, будто свергнутый король Спрятал огромные сокровища, чтобы сберечь их для Магаланы Касапа пытками пытался заставить отца сказать, где сокровища Король Дхатусена, создавший в столице оросительную систему Ответил, что его единственное сокровище – это вода От такого ответа Касапа пришел в ярость Короля раздели и приковали к скале Правитель, сумевший с помощью воды превратить тропический остров в рай Умер мучительной смертью от жажды Между водохранилищем и Львиной горой Касапа приказал создать искусственный ландшафт Сегодня бассейны и сады камней вокруг Сигирии напоминают о мании преследования, от которой страдал Касапа В одном из многочисленных жилых помещений, так называемой комнате отдыха короля, есть нечто особенное Небольшие углубления в полу Это специальные тайники для кривого меча Плода папайи и кинжала Вещей, представлявших для него наибольшую ценность Монолитная скала Касапа превратилась в лабиринт из келей, каменных храмов, террас, бассейнов и бесчисленных проходов и лестниц Одна из пещер носит название Капюшон Кобры Еще сто лет назад здесь жили монахи Но росписи на сводах пещеры были выполнены во времена Касапы, который обратился в буддизм в надежде вымолить прощение Когда-то вокруг скальной крепости было множество таких храмов, как этот монастырь рядом с Сигирией Однако Будда так и не помог королю-самозванцу Шел 18-й год самовольного правления Касапы, который стал для него последним Законный наследник трона, брат Касапы Магалана, прибыл с войском из Индии, чтобы захватить Сигирию Отца-убийца Касапы спустился со скалы и пошел навстречу брату В долине началась ожесточенная битва Пытаясь обогнуть болото, Касапа повернул назад Солдаты, ошибочно решив, что король спасается бегством, укрылись в джунглях Не желая сдаваться в плен, Касапа перерезал себе горло Магалана перебил свыше тысячи приближенных отца-убийцы Он вернул столицу в Ануратхапуру, разрушил Сигирию, а руины отдал монахам После этого Львиная гора на многие века погрузилась в забвение В 1828 году Сигирию случайно обнаружили английские охотники А археологи провели раскопки Это памятник одновременно сказочной и правдивой главы в истории Шри-Ланки Режиссер Томас Ульман Оператор Томас Стаковский Композитор Ян Тильман Шаде Фильм озвучен фирмой СВДУБЛЬ по заказу ГТРК Культура Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова